Кунахи, как обычно, в разгар дня пробки не очень большие, конечно. Двигаться можно, но приходится иногда постоять чуть-чуть. Сейчас полчетвертого, понедельник. Жизнь кипит, бурлит в центре города. Это даже не самый центр, это немножечко так. Как бы вообще в японских городах зачастую нет ярко выраженных центров. Города перетекают один в другой. Здесь что-то такое близкое к центру, наверное, может быть. Как раз выезд из города Уросоя, въезд в город нахуй. Как вы можете смотреть, машин довольно много. По домам никто не сидит. Хотя вот даже сейчас на улице объявляли по громкой связи о карантине. Но это больше не карантин, а это больше рекомендации к тому, чтобы люди не выходили. Без какой-то надобности, без нужды. То есть, чтобы оставались дома. Но при этом, если тебе срочно надо на работу, то можешь идти. Ну, на улицах просто люди, которые ходят по улицам, их, как правило, в этих частях города и так не очень много. И сейчас их немного. И маски тоже никто не носит из обычных людей, которые вот именно по улице ходят. Единственное, вот у кого я видел маски, вот был недавно в торговом центре. Ну, как у нас тут есть, аутмол или как он там называется-то, аутлет, где брендовые шмотки там всякие продают по сезонным скидкам и так далее. И там туристы, наверное, заезжие были. Там людей-то вообще в целом было немного. И много людей, ну, точнее, больше половины людей было в масках. Что касается тех людей, которые в масках ходят, это в основном те, кто на должности сидят. И им было предписано ходить в масках. Например, вот таксист сейчас сидит в маске. Потом я сегодня ходил стричься, тоже мой мастер, девушка в маске была. Там считается, что маска не защищает, да, от вируса. Но в Японии другой, другой немножко подход. Здесь, тем не менее, маска не просто предотвращает распространение твоих собственных бактерий, но также защищает тебя от других бактерий. Тем не менее, вот есть именно такое. Сложно сказать, кто там больше прав. Я тоже без маски хожу, у меня маски и нет. Здесь у меня есть какие-то старые уже, которые поношенные, наверное, где-то валяются там. Новая маска, может, у меня одна лежит на всякий такой самый веский случай. В целом же, ну, обходимся как-то без масок. Тем не менее, стараюсь особо не выходить без какой-то надобности, опять же, да. Хотя здесь, на Окинаве, напоминаю вам, да, ребят, что я сейчас нахожусь в городе Наха, столица, столица Окинавы. Все в основном перемещаются на автомобилях, то есть на общественном транспорте мало кто ездит. Поэтому это самое социальное дистанцирование, которым мы сейчас призывают. Оно, в принципе, нормально может соблюдаться. Без каких-то проблем. То есть я сегодня ближе, чем на метр, был только со своей парикмахершей. Как это можно сказать, с девушкой, с девушкой-барбером. С женщиной-барбером, точнее. Поэтому удается, удается. Что касается вот именно социальных связей, люди как-то особо не парятся. Во всяком случае, продолжают также собираться группами, чтобы побухать, чтобы там вместе пообедать, позавтракать. В Инстаграме я так смотрю. Кто-то даже на вечеринки ходит, на пати, на какие-то мини-лайв-выступления музыкальные. То есть как-то, видите, пока не дошло еще до Окинавы. Общее волнение. В Токио вроде как уже карантин. То есть там уже более серьезные какие-то рекомендации идут людям. Но мне вот сейчас знакомая пишет. В Токио все. Говорит, тяжело, тяжело, холодно еще стало. И людям запретили. Хочет, говорит, на Окинаву тоже приехать. Но вот теперь из-за карантина не знает, получится ли. И пришла в метро, а там столько людей без масок. И она уже такая вся волнуется. О чем люди думают? Почему они без масок в метро? Но на улицах, тем не менее, людей стало заметно меньше. Ты вспоминаешь еще вот эти новости какие-то там, вбросы. Еще месяц-полтора месяца назад, когда говорили, вот, икибокура опустела. Людей совсем нет из-за вируса. И там в комментах люди начинают писать, что ты врешь, что за вранье. Когда ты сделал эти фотки, наверное, ночью. Потому что, в принципе, людей полно на улицах. Ничего не изменилось. Не наводи панику. Но сейчас можно уже точно сказать, что людей стало заметно меньше на улицах. И вообще везде. И, в принципе, много людей из бизнеса тоже жалуются, что мало клиентов. Отели страдают. Малый бизнес страдает. Большой бизнес страдает. Ну, за исключением, конечно, каких-то торговых сетей. Там, да, у которых, наоборот, все хорошо сейчас распродается. У них-то все хорошо. Там, да, производители туалетной бумаги, масок. Сейчас даже, по-моему, компания Sharp, что ли, объявила о том, что маски будет производить. То есть сейчас все, кому не лень, как и во всем мире, так и в Японии начинают производить маски. Когда отменили Олимпиаду и сказали, что, возможно, сделают карантин в Токио, то пошла там волна раскупки, очередная, очередной раскупки всех продуктов, смели все с прилавков. Уже не только маски или туалетной бумаги, а вообще все, что там только, что там только можно было смести. Здесь у нас на Кенаве это не ощущается. То есть продуктов, эх, блин, так, продуктов в достатке. То есть нельзя сказать, что здесь как бы мало еды или еще что-то. То есть еды вполне хватает. Туалетной бумаги полно, всего остального полно, все есть. Вообще никакого недостатка в еде, каких продуктов не ощущается. Слава богу, на Кенаве люди, не знаю, не такие паникеры, особо не бегут на час купать, либо здесь просто как-то эта новость не дошла, что будут что-то скрывать там и так далее. То есть здесь у нас все нормально. Сами можете видеть, что трафик, трафика полно. Люди живут обычной жизнью, как-то стараются даже особо не говорить об этом там в Иерусе и так далее. Вот. И это и хорошо. Вот батя как раз уехал недавно. Кстати, вот говоря о всяких фейковых новостях, да, вот у меня батя гостил, получается, сколько, 10 дней где-то. И он должен был уезжать 28-го числа, у него был самолет из Токио уже. И появилась новость как раз вот где-то 26-го, 25-го числа появилась новость о том, что Россия закрывает все перелеты с соседними, ну, вообще со всеми государствами. Отменяет все рейсы, начиная с 27-го числа с 0 часов 0 минут. И я так подумал, как так-то, как он полетит обратно, если у него вот рейс 28-го, получается, он уже в Россию не сможет полететь, то есть рейса не будет. Я начал сразу смотреть информацию, потому что вот ему пришло как раз сообщение из, видимо, российского МИДа о том, что если он имеет какие-то проблемы с возвращением на родину, то пускай заполнит документы там на сайте, личные данные, где он находится и так далее. Я открыл все эти страницы, все заполнил, позвонил в наше посольство российское в Японии, чтобы у них уточнить, какая ситуация. И оказалось, что никакие рейсы не отменили, во всяком случае, на 28-го число, 27-го число все рейсы есть. То есть, ну, там Джал был, да, Джал, все рейсы летают, и непонятно, почему, собственно говоря, новость такая проходит, что рейсы все будут отменены, если они есть, по факту, да. И, в принципе, меня там успокоили, что если вдруг что-то отменят, то сразу позвонят, и если вдруг действительно рейсов не будет, то тогда наш МИД будет арендовать, видимо, самолеты для того, чтобы граждан вывозить. Ну, более точной информации мне не дали, что это там будут за самолеты, как там будут вывозить, когда рейсы. Видимо, там уже проблемы решаются по мере поступления. Сейчас, говорят, на внутренних рейсах, в ту же Акинау, допустим, да, самолеты практически пустые. То есть, люди боятся действительно путешествовать, боятся там, ну, как они, то что боятся, опасаются, да, постараются там отменять какие-то свои поездки, вот. Ну, те, кто живет на Акинае, вот я просто, опять же, в инстаграме эту ситуацию отслеживаю, своих друзей, знакомых, кто возвращается на Акинау, там, типа, девочка пишет, вот, когда бронировала билет, еле смогла билет забронировать, потому что все места были раскуплены, а в итоге лечу в пустом самолете. Ну, то есть, такая ситуация, что вот люди в последний момент берут и отменяют рейс, да, потому что боятся, что, может быть, не смогут вернуться домой. Ну, можно понять, да, если, допустим, Токио закрывает, значит, в него ни въехать, ни выехать. Так, наверное, получится, если конкретно закроют город. Сложно, конечно, себе представить, как можно так закрыть его. Как видите, кстати, ребята, вот, в отличие от России, в отличие от европейских городов, в отличие от Нью-Йорка, у нас никто военную технику в города не вводит, хотя она, в принципе, есть тут у нас, полно этой военной техники, именно на острове, но нигде ее нет, никто не готовится к блокпостам, никаким блокадам там и так далее. То есть, в этом плане вообще все спокойно. И, слава богу, точно не хватало еще, чтобы здесь БТРы какие-то стояли. Но, читая, допустим, вот в интернете ситуацию, новости там у меня на Фейсбуке, ленты там есть, периодически смотрю, и там под новостями комментарии о том, что вот-вот, вот, смотри, сейчас в Европе начался, начался хаос, там начался вот этот пик, вот, значит, через две недели Японию тоже накроет. Вот стопудово в Японии будет то же самое, готовьтесь, то, что было в Италии, вот то, что сейчас в Италии, в Нью-Йорке, будет то же самое в Японии. То есть, там огромное количество, причем не просто таких людей-паникеров, а которые зовут людей, называют людей идиотами, дебилами в открытую, да, то есть, те, которые, тех людей, которые там, не знаю, ну, не соблюдают, может быть, карантин, которого, в принципе, и нет официально, да, этого карантина. То есть, есть-то просто рекомендации, да, то есть, я имею в виду те люди, которые выходят в парк погулять и так далее. Вот, их многие теперь называют идиотами. Ну, вот пока время идет, и что-то пока не видно, чтобы в Японии там были какие-то вспышки этих вирусов и так далее. Вот, кто смотрел видео предыдущее, я как раз говорил, что я болел простудой месяц назад, да, бронхитом, и что, в принципе, у меня были симптомы, похожие на коронавирус, поэтому, может быть, вполне возможно, что я коронавирусом-то этим уже и переболел, кто знает, потому что простуда была у меня необычная. Вот. И из-за этого не совсем понятно, правильно ли ведется подсчет больных в Японии, потому что в Японии, как относится вот к этому вирусу, как его лечит, да, то есть, тебя просто диагностируют симптомы, ты приходишь с какими-то симптомами, кашель там и так далее, там, не знаю, что там, головная боль, температура, и тебе прежде всего диагностируют простуду, допустим, тебе говорят, простуда у тебя, и там слушают тебя, если у тебя какие-то, может быть, повышенная температура или в легких там что-то какие-то, там, может быть, эти, кашель с хрипами или дыхание с хрипами, тебе сделают рентген, как обычно, да, то есть, по стандартной процедуре. Если у тебя найдут воспаление легких на рентгене, к примеру, тебя будут лечить от воспаления легких. То есть, нам могут, наверное, определить, там, одно у тебя бактериальное, там, или вирусное. Анализы возьмут, кровь на анализ возьмут заодно, и будут лечить вот эти симптомы, которые у тебя есть. То есть, на наличие коронавируса проверять, как правило, скорее всего, в большинстве случаев не будут. То есть, проверяют, наверное, только уже действительно какие-то тяжелые случаи, и когда, может быть, когда человек уже умер, возможно, тогда потом смотрят. Или действительно в каких-то тяжелых, я даже не знаю, в каких случаях могут проверить. Как бы, да, потому что написано везде, что на коронавирус мы не проверяем, в каких-то обычных поликлиниках. Известный японский комик Симур Акен также стал жертвой эпидемии. Классный был комик, ничего не скажешь. Но все-таки ему было уже 70 лет. На Окинаве тем временем 26 градусов за окном сейчас. Что вот на Окинаве мне нравится, потому что погода всегда стабильная. Здесь нестабильность только когда дождь. Дождь может пойти, тропический ливень, когда ты его вообще не ждешь. Он будет случайно, как-то начнет лить, и через 5 минут закончится. Очень сильный дождь, прям стеной стоит. Но в остальном, если тепло, то тепло. Если, как бы, жарко, то жарко. Если прохладно немножко, то будет немножко прохладно. Нет скачков резких температур, какие мы можем наблюдать, допустим, в той же России или в Токио, опять же. Здесь, в этом плане, более стабильная погода. Что, конечно, не может не радовать. Движения, кстати, на Окинаве довольно медленные. Мы с батей разговаривали, он такой говорит. Ну, я вот привык ездить 140, типа. Здесь, на Окинаве, в основном едешь 50-60. Стоит, можно поехать только на скоростной трассе. Либо на какой-то... Вот сейчас будет мост длинный, километров на 5. Вот по нему можно, в принципе, до 100 разогнаться, там до 120. Хотя, там ограничение стоит на 40 вообще. Но, надо отдать должность, что камер, которые бы фиксировали твоя скорость на острове, вообще практически нет. Может быть, есть две какие-то на платном скоростном шоссе. В остальном же камер просто нет вообще. То есть, тебя могут остановить, и столько это патруль полицейский. По какой-то там случайности. Наверняка, да, в основном нигде нет камер, поэтому скоростной режим мало кто соблюдает. Но и водят все очень аккуратно. То есть, лихачей тоже нет, шашечки никто не играет. Все аккуратнее ходят. Здесь топ-50, да. Самое, что ни на есть, неспешная жизнь на Экинаве. Неспешная. Да, ребят, кстати, пишите в комментариях, если вам нравится именно такая подача, такой формат, чтобы я что-то рассказывал во время езды. Это только тестирование. Вообще, потому что камера почему-то перегревается быстро. Экшн-камеру надо было в GoPro, наверное, все-таки брать. Потому что езжу-то я часто. Ездить люблю, по моему любимому острову. Обожаю перемещаться на машине. Она мне заменила велосипед полностью. Вот, поэтому можно будет что-нибудь записывать именно в таком формате, да. Во время езды. Пишите обязательно в комментариях, каково это. Вот он, этот мост. Построен совсем недавно. Где-то ему, наверное, лет 10-15 всего. На Экинаве, в принципе, такое полноценное быстрое развитие. Только недавно совсем началось. Оно как-то этапами проходило. И вот я сейчас еду на юг острова. И пока здесь не было вот этой дороги, вот этого шоссе, моста, то юг развивался довольно слабо. А сейчас здесь будет один из самых развивающихся по темпам городов вообще во всей Японии. Называется Томи-сиро. Вот именно он находится прямо через этот мост. То есть там сейчас строятся торговые центры большие, аквапарк там и так далее. Все это, конечно, из-за большого наплыва туристов китайских делалось. В основном, да, конечно. В том числе и местные тоже переезжают на Экинаву и живут. Но и для туристов, конечно. Сейчас же поток туристический сократился. И многие, наверное, присели на измену. Инвесторы, застройщики. Что дальше-то будет? Конечно, продолжают строить, как ничего не бывало, я думаю. Но что там в итоге будет дальше, непонятно. Видите, какой здесь этот бурно-бурно развивающийся город. Ну, конечно, это так и сравнительно. Но, тем не менее, вот Экинава, она мне и нравится, что она многолика. Это небольшой остров, ну, сравнительно небольшой. Но на нем много всего сосредоточено. На этой небольшой территории, казалось бы. И самые разные есть пейзажи. И городские, и курортные, и деревенские, и раздолья, поля. Моря, острова, тропики. Все, что душе угодно. Только может быть. Здесь на Экинаве есть. И из-за того, что остров компактный, ты это можешь все получить в течение дня. Захочу я сегодня поехать на остров. Ну, на паром я, наверное, сейчас не успею уже. Вот как раз из-за коронавируса. Из-за этого, да, вот на зиму, если захочу съездить. В обычной жизни я бы даже успел туда доехать. Я бы за два часа доехал до севера, а туда за два с половиной, там, не спеша. И на последний паром был спел, шестичасовой. Все очень компактно. Кайфово. За это Акина вылезает. Сегодня смотрел там какую-то там статистику, что какая префектура, какое место, какой город в Японии самый желанный для жизни, для японцев. И победил Токио на втором месте Конагава. Это, конечно, я уверен, что люди отвечали именно из-за того, что в Токио работы много. Потому что жить в Токио, вот именно в том Токио, в котором живет большинство людей, большинство токийцев, в этой очень плотной застройке, мало зелени, просто полностью упакованные поезда, дорогая очень парковка. Ну, в принципе, дорогая довольно-таки аренда. Ну, все дорогое. Плохого очень качества продукты в магазинах. Я имею в виду, если брать вот именно овощи, какие-то свежие продукты, то есть того, что на Акинаве ты из градки практически берешь, что в Токио туда откуда-то везется, там где-то долго должно храниться. То есть там качество заметно сразу хуже. То есть разнообразие, конечно, больше. Именно в том плане, что много именно каких-то вот дорогих, именно лакшери-сегмента, много, да, в Токио, естественно, на Акинаве этого не достает. Хотя это тоже есть. А вот именно таких вот, таких бытовых, житейских тем, я просто не представляю, как человек может выбрать Токио вместо Акинаве. Это бред. И вот я даже просто ориентируюсь на свой опыт, смотрю на свою жизнь в Токио и здесь на Акинаве, смотрю на жизнь других людей. И там, как обычно говорят, вот на Акинаве пойти некуда, там ничего нет, нехрена делать. А в Токио куда ты пойдешь? По факту оказывается, что на Акинаве ты намного больше посещаешь мест, намного чаще выходишь на улицу. В течение дня больше именно посещаешь мест, на машине перемещаешься, чем в Токио. Потому что Токио ты просто из одного конца в другой конец ездил, пока там на эти станции, на поезда там сел. Все, ты уже выдохся. То есть ты уже полностью уже не можешь ничего, приезжаешь домой разбитый. Здесь на Акинаве ты даже вечером домой приезжаешь, и тебе покайф всегда. Просто кайфуешь. Потому что по-другому и нельзя жить. Поэтому либо, я думаю, что люди, наверное, отвечали Токио, потому что никогда не были на Акинаве, скорее всего. Потому что действительно, среди жителей Японии, наверное, не так уж прям много. Далеко не каждый был на Акинаве, потому что, во-первых, но это зачастую дорого для людей бывает, путешествовать именно на Акинаве. Ну или еще какие-то свои причины. Там руки не дошли, там и так далее. Я сам на Акинаве приехал, только спустя сколько лет? Спустя 7 лет жизни в Японии на Акинаве приехал. Первый раз. Среди моих знакомых такийцев есть те, кто на Акинаве вообще никогда не был. Ладно, ребят, надеюсь, это видео было вам интересно. Ставьте обязательно лайк, пишите свои комментарии. И мы увидимся в следующих видео. С вами был Сергей Куваев, прямо из Акинавы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok